Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next.TV, на волнах радиостанции Next.FM, а также на наших страничках в социальных сетях Archa Media, выходит очередной эфир, который мы традиционно посвящаем актуальным злободневным темам. Сейчас накаляется ситуация вокруг Атыкачи, омбудсмена Атыра Абдрахматовой. Буквально недавно парламент отказался до конца заслушивать ее ежегодный доклад по правам человека. Также некоторые депутаты высказали мнение, что, может быть, и вовсе пора высказать Атыра недоверие. И эту ситуацию мы сегодня будем обсуждать с гражданским активистом, общественным деятелем Тимуром Шейхудином. Тимур, здравствуйте, рад вас приветствовать. Вы некоторое количество постов опубликовали на эту тему. Но давайте для того, чтобы ввести наших зрителей в курс дела, объясните, почему вас эта ситуация привлекла ваше внимание, вызвала в акту реакцию? Ну, на самом деле, Максим, добрый вечер. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, уважаемые зрители, радиослушатели. Институт омбудсмена лично для меня – это не пустое место, это не просто один из государственных органов. Я там лично работал. Было это во времена еще Турсунбека Акуна, один год. Делал все, что мог для того, чтобы защищать права человека. В моем случае я отвечал за вопросы прав молодежи и за такую проблему, как пытки. Поэтому это не какой-то сторонний государственный орган. Все очень важно лично для меня. Ну, кроме того, вот я представляю общественную организацию «Гражданский союз», мы активно защищаем права женщин, в первую очередь сейчас, ну и также продвигаем реформу милиции. Как известно, милиция – это один из тех органов, который, собственно говоря, нарушает права, зачастую права человека, и омбудсмен и призван защищать права людей. Почему меня эта новость вчерашняя так обеспокоила? И не только меня, десятки-десятки активистов гражданского общества сейчас вот буквально готовятся обращения на этот счет, СМИ скоро выйдет. Все это очень важно, потому что мы видели, что именно Атыра Абдрахматова она гораздо в лучшей степени отличалась от предыдущих омбудсменов. Она была правозащитником, она была юристом по призванию, по профессии. И все это время, один год, она пыталась перестроить работу института омбудсмена в интересах людей. Она реагировала буквально по вечерам и по ночам, она не боялась, говорила свою точку зрения. И даже там, где другой омбудсмен, я уверен, промолчал бы, Атыра не молчала. Она выступала в том числе по Кимбер-Абдскому делу и защищала их права, тех людей, которые задержаны, оказались. Посещала СИЗО, посещала другие закрытые учреждения. Я думаю, именно из-за этого она и поплатилась. Хотя еще вопрос не решен окончательно, но реакция депутатов, я уверен, связана в первую очередь с тем, что она защищала политические права политиков, активистов и журналистов, собственно говоря, тоже. Это правда. Я тоже выскажу свое субъективное мнение. На мой взгляд, Атыра Абдрахматова – это лучший омбудсмен за все те годы независимости, которые пережила наша страна. Вы сказали о том, что нападки на Атыр сейчас связаны с тем, что она действительно отважно, смело, не боясь, защищала права многих людей, неугодных нынешней власти, в том числе фигурантах так называемого Кемпирабадского дела. Скажите, а вот та реакция депутатов? Во-первых, они не дослушали до конца даже отчет, касающийся прав и свобод человека в нашей стране. Затем, как я уже сказал, отдельные депутаты и даже целая фракция от Ачур Кыргызстан высказала мнение, что, может быть, пора высказать недоверие омбудсмену, то есть снять Атыр с ее должности. На ваш взгляд, это действительно, скажем так, личная позиция депутатов или все-таки это мнение, эта позиция инспирирована откуда-то еще? Ну, можно ответить просто, а можно ответить расширенно. Давайте просто. Вначале, конечно, нынешний депутатский корпус и предыдущий корпус и любые корпусы за последние десятилетия – это люди, которые не выражают свою точку зрения, особенно по таким вопросам, как назначение или отправка кого-либо в отставку. Начиная от премьеров, заканчивая омбудсменом, это все, надо откровенно говорить, дирижируется кем-то. И поскольку параллельно с этим были и акции, и выступления отдельных сотрудников аппарата омбудсмена, я думаю, что все эти вещи были синхронизированы, сдирижированы теми, кто находится выше, чем депутаты. В этом смысле депутаты выступили лишь инструментом вот этой политической воли, понимания того, что Атыра перешла какую-то черту, которая ведома только им. Хотя я считаю, что она никакую черту не перешла, потому что это ее функция. Если бы она молчала, ее общество бы, ей бы общество это не простило. Потому что, а как? Все общество говорит о том, что идут несправедливые задержания, и там были явные нарушения процедурных прав, не говоря уже о задержании. Как бы Атыра Абдрахматова молчала в этой ситуации, будучи главным правозащитником страны? Но, например, если быть откровенна, она никогда не говорила персонально по людям во власти. То есть она не переходила к черту как государственное служище. Поэтому вот главная причина в этом, что есть влияние, есть какие-то интересанты, которые вне Джигарпукиниша. На ваш взгляд, вот тот комментарий, который дал пресс-секретарь президента, Эрбол Султанбаев, говоря о том, что действительно Атыра Абдрахматова защищает только какие-то политические мотивированные, выступает в качестве защитницы политиков, выступает, акцентирует внимание на каких-то политически мотивированных делах и якобы не защищает права простых граждан. Насколько это заявление, на ваш взгляд, действительно относится к правде, относится к реальности? Ну, мы активно работаем с омбудсменом, да, и с предыдущими омбудсменами, в том числе и Сатыра Абдрахматовой, например, вопросы женщин. Она об этом говорит, она инициирует предложение, да, вот недавно была создана рабочая группа по рассмотрению дел, где фигурируют вопросы насилия, где государственные органы не проработали, да, сами. Она активно говорила и выезжала, вот буквально недавно, в Баткенскую область, чтобы поднимать вопросы жителей приграничных территорий, которые оказались без жилья. Она активно продвигала интересы и права крыгстанцев, которые находятся в России на заработках. Это то, что вот сразу всплывает в памяти. Поэтому то, что говорит пресс-секретарь, я думаю, это не соответствует действительности. Конечно, для, может быть, кого-то на это люди обратили внимание именно на это. Но те люди, которые занимаются правами человека, я думаю, что большинство наших зрителей, они знают, что Атыра занималась не только защитой политических прав, но практически по всем секторам она имела свою позицию и делала очень много. Другое дело, что не все получалось, но не все получалось по двум причинам. Во-первых, ситуация внутри аппарата оказалась не такой простой, потому что когда часть сотрудников кто-то явно использует, очень сложно выстроить полностью эффективную работу, при том, что большинство-то работали нормально, и большинство сотрудников не выступали никогда против Атыр. И другой момент, есть объективные ограничения внутри законодательства. Омбусмен может выявлять нарушения, может говорить, может посещать закрытые учреждения в том числе, но что она еще может делать? Если есть уголовное дело или решение суда, она может только высказать свою точку зрения. И вот дальше этого, конечно, она пойти не могла. Вы упомянули о том, что есть сейчас некие, во всяком случае в СМИ появляется информация о том, что некоторые сотрудники аппарата омбудсмена также недовольны работой Атыра Драхматовой. На ваш взгляд, это действительно тоже их личное мнение, наболело, нагорело, действительно какие-то конфликты внутри коллектива? Или это опять-таки тоже по чьей-то просьбе, по чьей-то воле, по чьему-то велению? А там нету или, на самом деле, бывают такие ситуации, когда, ну, вы знаете, там, если есть определенные напряженности, и кто-то приходит со стороны и говорит, давайте ты там поактивничайся, мы вам поможем потом, я думаю, эта ситуация и возникла. То есть определенная напряженность, конечно, была. И она была связана прежде всего с тем, что Атыр – это правозащитник. Она пришла из правозащитной стези, где нету вот такого, что после шести часов мы реагировать не будем. Мы должны помогать в любой момент, а права человека нарушаются хоть 12 часов ночи, да, или выходные. А с другой стороны, есть определенные сложившиеся устои государственной службы. И институт омбудсмена, государственная структура. Многие не готовы были работать после пяти, после шести. И когда человек, руководитель заставляет раз, второй раз, третий раз и выражает недовольство по качестве работы в том числе, да, вот возникает вот такое неприятие. Плюс Атыр инициировал определенные реформы, в том числе структурные реформы. А как известно, любые реформы встречают, всегда найдут тех, кто не согласен. Поэтому, да, я думаю, недовольство действительно этих людей имело место быть. Это было их недовольство. Но с другой стороны, кто-то воспользовался, и, возможно, кто-то даже как бы направил. Именно не случайно же это в тот момент, когда заслушивался или должен был заслушан быть доклад, появилась вот эта акция возле аппарата. Я думаю, это все не случайно. Вы знаете, перейдем от этого частного случая к общей теме. Дело в том, что в своем заявлении, упоминаемый нами уже пресс-секретарь, также говорил о том, что ни с правами человека в Кыргызстане, ни со свободой слова никаких проблем нет. Однако, третий год подряд, и это впервые случилось с нашей страной за последние три года, мы входим в список так называемых несвободных стран по версии престижнейшей международной организации Freedom House, которая отслеживает уже многие годы, отслеживает все эти процессы. Это первое. Семь международных организаций вот только за эту весну высказали опасения на самых разных уровнях по поводу ситуации с правами, с учащим экспертизой. И, ну, лично для меня, опять-таки это мое субъективное мнение, пользующихся, ну так, вышло большим уровнем доверия. Ну, по-моему, ответ здесь очевиден, если, ну, здесь не только международные организации здесь, я уверен, подавляющее большинство журналистов, блогеров, пользователей интернета и местных национальных правозащитников говорят о том, что ситуация с правами человека, особенно в политической вот плоскости, в плоскости свободы слова, в плоскости журналистов, активистов, и также вопросы про женщин, да, это вопросы, которые, с которыми становится все хуже и хуже, да, особенно последние годы. И кто-то скажет, ну, да, это касается, там, политиков, да, каких-то активистов, меня это касаться не будет, я простой труженик. И это тоже неверно, потому что система государственная, правоохранительная, судебная, она смотрит на то, как относится система, да, к политическим, да, каким-то активистам, и по аналогии также относится к простым людям, да, то есть если, например, можно нарушать права и закрывать на самые элементарные процессуальные нормы в отношении активистов, то, значит, можно и в отношении простого человека. Еще один вопрос. Бизнес, сообщество, да, конечно, мало таких качественных исследований, что происходит с правами бизнесменов, предпринимателей, но из того, что мы видим, проблемы существуют, их становится все больше и больше. Поэтому, конечно, Ербол, он здесь далек от истины. Но, знаете, я вот сам работал, так же довелось мне в администрации президента, недолго я там смог пробыть, и жизнь показала, что те, кто вот таким образом приукрашивают действительность, они же приукрашивают не только обществу, но и первому лицу, и в результате первое лицо перестает вообще видеть реальность. Первое лицо верит, что мир, рай уже наступил, да, и это творец этого рая, да, он сам. А к чему это приводит, мы тоже знаем. Поэтому, если кто-то там, вот в окружении, в том числе, первого лица, кто у нас принимает решение, в окружении второго лица, да, государство понимает немножко политологию и историю, историю хотя бы Кыргызстана, то он даст совет, что как раз-таки атыра выгодна им, в том числе. Потому что кто-то должен говорить, кто-то должен снимать излишнее напряжение, кто-то должен обеспечивать каналы связи между властью и недовольной частью общества. А, значит, заткнуть атыра ведь на самом деле оппозицией не является. Атыра часть этой команды. Единственное, что она говорит больше, чем вот они, да. Поэтому им это выгодно. С точки зрения, если посмотреть дальше собственного носа, атыра Абдрахматова, такой омбудсмен, как она, выгодно, в том числе президенту. Если, конечно, они хотят сохранять вот эти каналы связи между обществом, между недовольной частью общества и властью. Вы сказали о том, что сейчас гражданское общество готовит некое заявление, сообщение. И для меня, вы знаете, для меня вот в первые дни, когда начала развиваться эта ситуация, было немножко странно, что наши правозащитники, огромное количество вот именно наших национальных правозащитников, я не говорю сейчас о международных организациях, ну как-то довольно неактивно, что ли, комментировали данную ситуацию. Ну вот помимо вас, еще нескольких, вот буквально нескольких человек, среди огромного количества тех людей, которые занимаются правозащитной деятельностью на стране, ну не высказался практически никто. Вот сейчас как-то наше гражданское общество, которое и так за последние годы испытывает колоссальное давление со всех сторон, оно понимает, что ну как бы атыр это только лишь, конечно, не первый, но все-таки значимый будет камешек из нашей осыпающейся более или менее пока присутствующей свободы. Я думаю, что такое понимание у многих существует, может быть, кто-то не понял момента, да, то есть, ну вроде бы, да, доклад, сколько этих докладов было, очередное что-то в Джогурпу Кенеши происходит, наверняка одобрят, но думали они, мы все так думали, но не то чтобы верили, но надеялись и думали, что ну процентов на 70 все нормально у нее пройдет. И вот бдительность мы, может быть, потеряли, и коллеги потеряли бдительность, но вот сейчас буквально за один час 60 человек, да, подписались. Я думаю, что некоторые СМИ уже опубликовали, потому что минут 15 назад или 20 минут назад это было отправлено на средства массовой информации больше 60 организаций. И за один час буквально, это вот если бы там, я не знаю, по другому вопросу мы бы собирали подписи, мы бы так быстро в таком количестве бы их не собрали. Поэтому понимание есть, понимание не только что именно по отеле. Персонально кому-то, может быть, она нравится, кому-то она может и не нравится. Она человек, но все понимают, что если получится так с ней, учитывая ее конституционный орган, то следующий вопрос станет, например, НЦПП, Национальный центр предупреждения упыток. Можно будет также легко решить вопрос, и уже поднимаются вопросы. Вчера Идиль Байсалов, наш коллега бывший, он ведь тоже говорит о том, что нужно пересматривать эту систему, да, как-то сливать это все. И понятно, что как только начнут сливать под благими намерениями, все это может вообще в итоге быть ликвидировано. То есть вопрос Атыра, это может быть первым таким пробным шаром. И многие это понимают. Прогнозы дел, конечно, неблагодарные, но тем не менее, на ваш взгляд, каковы шансы, что удастся отстоять и Атыр персонально на посту омбудсмена? Потому что, еще раз повторюсь, на мой взгляд, она один из самых профессиональнейших людей на этой позиции, но, во всяком случае, за долгие годы. И насколько удастся отстоять наши права и свободы, наши с вами, прежде всего, не как активистов, не как журналистов, а как граждан Кыргызстана? У Атыры есть шанс, вообще у нас есть шанс, что Атыра сохранится на этой должности. Депутаты взяли, мы так поняли, очень так было хаотично, и вот я читал одну ленту, вторую ленту, я не понимал, что происходит. И не потому, что журналисты что-то неправильно писали, видать, там очень хаотично все это было. Вроде они взяли одну неделю для раздумий, для рассмотрения на уровне комитета по конституционному законодательству, и я надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает, а на что нам еще остается надеяться? Люди обращаются, люди говорят в социальных сетях, мы вот с вами общаемся, и я думаю, все-таки, я надеюсь, что от президента, хотя у президента нет прямого влияния на назначение снятия с должности, но учитывая, формально он является у нас гарантом конституции, и прав и свобод человека по конституции, вот это, и также, что с точки зрения, на самом деле, его интереса, интереса вообще власти, чтобы этот канал диалога между людьми и властью не иссякал, и я надеюсь, что вот этот довод, он каким-то образом впечатлит их, да, и они от, как бы, отменят то решение, которое, по всей видимости, уже проработано, но не окончательно, вот скажем так, то есть мы надеемся, есть вероятность, а вот по правам человека в отношении нас с вами и наших уважаемых зрителей и радиослушателей, все, конечно, гораздо сложнее, это, как бы, работа, это труд всех нас, мы должны не молчать, мы должны требовать, мы должны говорить, мы должны рекомендовывать, там, какие-то идеи, и в том числе мы должны защищать те небольшие демократические завоевания, которые, слава богу, у нас в Кыргызстане есть, они есть не на пустом месте, они есть потому, что общество наше все эти десятилетия боролось, и нужно продолжать убеждать, доказывать, что эти завоевания должны сохраниться. Я бы даже сказал, что эти завоевания, к несчастью, омыты кровью многих наших граждан, и тем они ценнее для каждого из нас. Тимур, спасибо вам огромное, правда, была очень интересная беседа, хотелось бы с вами обсудить еще некоторое количество тем, но я надеюсь, что у нас будет возможность повторить как-нибудь этот эфир, может быть, на некоторых других площадках, потому что чем шире, чем громче мы будем заявлять об этих вещах, обсуждать их, мне кажется, тем лучше, тем здоровее будет климат в нашей стране. Нашим зрителям напоминаю, что в гостях у нас был гражданский активист, общественный деятель Тимур Шейхуддинов, обсуждали мы ситуацию с омбудсменом Атера Абдрахматовой, и хочется верить, что действительно все сложится в рамках здравого смысла, потому что убирать ее невыгодно не нам с вами, как гражданскому обществу, права которого она действительно защищает, не власти, ведь даже у Сталина был Эренбург. Берегите себя, всего доброго, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 Продолжение следует...